Всем привет! Началось великое будивництво трассы Р-09, Мироновка, Козын, Масловка, Довжик, Софиевка, через Канев. Вот так вот сняли вот такие кучугуры здесь. Вот такой насыпь, техника стоит. Вот такой вот делают слой щебенки с каким-то специальным какой-то сумищем. Насыпь такую делают. Вот такой. Вот каточки. Каточки работают. Короче, Владимир Зеленский взялся по-серьезному за своим урядом. Р-09 от Мироновки начинается, заканчивается через Довжик в Каневе. Вот. Или до Довжика она идет там. Короче говоря, Р-09. Можете посмотреть, погуглить. Трасса. Дорога Р-09 регионального значения. Вот в таком состоянии она сегодня. Вот. Следующий будет асфальт. Они ее... Вот эти вот горы, которые стоят, они ее на... где-то сантиметров, даже, наверное, метр с копейками расширили ее вправо-влево. Вот. Вырыли яму, запрессовали туда такую специальную, как бетон такой, туда залили по краям. И теперь сверху еще будет асфальт. Вот такое вот великое будивництво во всей Украине. Это трасса Р-09. Мироновка, Степанси, Масловка, Козын и туда до Довжика, на Канев. Тут еще пока ничего не делали тут в таком вот режиме. Пока только по селу, по Масловке только делают. Все, ребят, всем удачи, благословений, слава Богу, слава Украине. Это вот по Козыну дорога. Козын. Белее Масловка тут Козын. И вот такое вот состояние здесь. Дороги здесь вообще ничего не делали. Латали только. Тут, конечно, страхи, страхи тя. Тут тоже это великое будивництво, оно распространяется от Мироновки до конца Киевской области. Киевская область заканчивается перед Степанцами. Кто знает эту дорогу, тот знает. Вот. За кладбищем после Масловки там есть конец Киевской области. И там начинается уже Черкасская область вот туда до той степени до того участка это великое будивництво этой трассы Р-09. Вот так. А вот это это же Р-09 только уже перед Мироновкой. Тут тоже содрали шкуру. Сейчас будет насыпь делать. Расширили по, наверное, по, ну, думаю, два метра не меньше. Вправо-влево. И деревья пообрезали, повыкорчевывали, расширили ее конкретно. Тут дорога очень серьезная, потому что здесь находится завод. Легко, легко. Мироновский хлебопродукт, потом Степанецкий, как называется, ряба, да? Наша ряба. Ну, тут очень серьезно везде. Грузовые машины катаются через каждые пять минут. Грузовые, такие тяжелые очень. И они, короче говоря, за несколько лет убили эту дорогу, короче, и вот сейчас они вот так вот ее восстанавливают. Тут что-то они вот уже дымят уже. Ага, вот пошло дело. Пошло дело, видите, вот уже былыки будивны 100 по-серьезному все выравнивают еще, расширяют. А это вот уже перед самой Мироновкой уже бетон. Бетоновое, уже залили бетон. Вот такое вот состояние. Но оно уже, бетон уже разрушился, потому что нужно, так понимаю, было его сверху асфальт класть, чтобы не проникало зимой туда. Короче, перед зимой сделали, вода попала и разорвала этот бетон. И он полопался, его тут уже латали кое-где. вот такие вот ямочки есть, уже видно. Сейчас я покажу перед Мироновкой какое там состояние уже. Только что вот ребята остановили, остановились у этих рабочих, спросили, будет ли слой здесь еще. Дорога вроде как идеальная, но есть такие как просевшие такие места. Это уже вот Мироновка, въезд в Мироновку. И они говорят, что еще слоев несколько штук будет. То есть на вот этот бетон, который здесь, тут уже асфальт есть сверху этого бетона, и еще будет несколько слоев, которые будут вот это все перекрывать, эти вот расширенные части вот этих дороги. Ну вот так вот, Великое Будемниство продолжается в Украине. Ну вот, за последние 11 лет, я живу в Одессе уже с 2005 года, таких масштабных ремонтов никогда не было нигде. Таких вот повальных по всем регионам Украины, по всем областям, по всем районам. Даже региональные дороги, вот эти R09 региональные, N это национальные, R это региональные, M это международные. Чтоб делали R-ки, N-ки и M-ки, такого нигде не было еще. Ну, я не встречал такого за 11 лет столько живу в Одессе, и вот по Украине я катался много, не встречал такого масштабного повального такого ремонта. Не было такого никогда. Я просто вот подтверждаю, из своего опыта говорю, я много проехал, я сотни тысяч километров наматывал на машине после работы, и такого повального я не встречал никогда таких ремонтов. Вот, так что всем, ребята, удачи, благословений, дякую-то за те, что мы маем. Пока-пока. ветка сирени, ветка сирени, ла-ла-ли, ла-ла-ла-ла-ла.